Друзья, всем здравствуйте! Очень часто нам поступают вопросы, мне лично, да? Лера, а что такое успешный салон красоты? Вот что там должно быть? Что будет отличать успешный салон красоты от неуспешного салона красоты? Давайте разберем, что вообще должно быть в системном, классном, топовом салоне красоты. Неважно, клинике, барбершопе, студии, да? То есть полноценно в бьюти-бизнесе. Первое, это, конечно же, концепция. Вот даже когда мы сейчас записываем нашу книгу, первая глава в нашей книге, концепция и позиционирование. Почему это так важно? Потому что вот у вас изначально есть картинка в голове. Я хочу салон красоты, который будет вот самым классным. А что значит для вас самый классный салон красоты? С чем он будет отличаться? И потом, когда вы создаете, приходите ко мне на консультации, ко мне на обучение, даже просто ко мне на прямые эфиры, я задаю вопрос, ребята, а что такое классный салон красоты? А вот почему люди должны выбрать именно ваш салон красоты, вашу клинику, барбершоп, неважно. Вот ваше бьюти-пространство. Почему? И вы говорите, потому что у нас качественно. Ребята, у всех качественно. А вот ваше отличие должно быть в позиционировании. Есть ли у вас личный бренд или корпоративный? Для кого вы? Вот, допустим, наше большое пространство, это место без стереотипов. Это место, где происходят самые грандиозные преображения, вообще, вот, круче, чем везде. Что вы можете сказать? Почему вы вас должны выбрать? Следующее. Вы четко должны всегда апеллировать аргументами и финансами. Какая у вас рентабельность? Сколько вы тратите на закупку материалов? Какие у вас операционные расходы в процентах? И какой у вас фон оплата труда? Часто ко мне приходят руководители, которые просто погрязли в незнании о финансах. Вот именно так. Почему? Приходят ко мне с финансами, допустим, фон оплата труда 60%, операционные расходы 30%, закупку материалов 10%, в итоге максимум руководитель получает 5-10%, вот, прям, самый максимум. Когда вы не знаете свои финансы, когда вы делаете хаотичные закупки, когда вы делаете хаотичное реинвестирование и так далее, и так далее, вы не понимаете, сколько в чистую вы зарабатываете. Вот вы знаете, сколько в чистую вы зарабатываете? А что вам нужно сделать, чтобы выполнить план на следующий месяц по заработку? Что вам нужно сделать, чтобы вы выполнили круг рентабельности, четко зарабатывали ту цифру, которую вы должны зарабатывать? Так вот, успешный бьюти-бизнес – это в том числе и о финансах. Даже нет, это в первую очередь о финансах после позиционирования. Вы должны четко апеллировать, сколько, чего вы потратили, и сколько вам нужно зарабатывать, и сколько вам нужно прокрутить оборотом, чтобы заработать ту или иную цифру. В следующий момент мастера проходят регулярное обучение и повышение квалификации. Бьюти идет вперед каждый день. Форсаж-маникюр, смарт-педикюр, новые техники окрашивания, быстрые техники окрашивания и так далее, и так далее, и так далее. Ваши мастера должны регулярно повышать квалификацию. Регулярно. Для чего это? Для того, чтобы еще быстрее делать маникюр, для того, чтобы делать новые техники окрашивания, для того, чтобы делать инновационные технологии омоложения лица, кожи, подтягивания проблемных мест, подтягивания проблемных зон. Именно для этого мы с вами должны регулярно обучаться. И вы, как руководитель, и ваши мастера регулярно, хотя бы раз в 2-3 месяца, проходить повышение квалификации по укладкам, по перманитному макияжу. Потом, почему вы работаете, потом, что ваше основное направление. Это очень важно. Далее, конечно же, прокачанный сервис и хорошая программа лояльности. Посмотрите, вот мы заходим в любой магазин, в любой супермаркет, и нас всегда пытаются задержать хорошие программы лояльности. Какая-то бонусная система, накопи баллы, купи то, то, то и то. То же самое должно быть в салоне красоты. Какая у вас программа лояльности? Просто скидки для постоянных клиентов? Я не думаю, что это хорошая система. Какой у вас сервис? Сколько раз к вашему клиенту подходит? Какое у вас постпродажное обслуживание? Потому что это тоже элемент сервиса. Вот прям посмотрите, что у вас есть из сервиса. Пошлите тайного покупателя. Пусть он скажет, как работает с вашими клиентами на самом деле. Мастера не выходят под запись и четко выполняют свои планы и смены. Что это такое? Очень часто я прихожу в бизнес работать с предпринимателями, и там мастера выходят под запись. Это просто отвратительно. Это не ваш сотрудник. Ваш сотрудник, полноценная работа, полноценный салон красоты. Это работа с 10 до 9. С 9 до 10. С 9 до 5. Неважно, как у вас простроен ваш рабочий график. И мастера должны быть в эту смену полноценно от и до. Если у него нет клиента, вы спросите меня, тогда мы делаем модели. Тогда мы делаем контент. Тогда мы делаем все для того, чтобы оформлять круто свой инстаграм, чтобы у нас был превосходный контент, исходя из которого нас будут выбирать клиенты, исходя из которого у нас забьется наша полная запись. Админ, который делает до продажи, перевыполняет или выполняет план, оказывает сервис, работает по стандартам, делает до продажи. Все это тоже важно. Админный ресурс – это одно из важнейших звен и элементов в салоне красоты. Он может как вознести ваш салон, так и опустить ваш салон. Поэтому все эти моменты должны быть настроены. Сколько раз администратор должен подойти к клиенту за время процедуры, как он должен предложить перезаписаться, как он должен спросить, понравилась ли клиенту процедура, как и где он будет до продавать, и с каким скриптом, и что он будет до продавать, и многое другое. Далее – это хороший прокачанный инстаграм, где сразу видно ваш личный бренд, ваш корпоративный бренд, возможно, какие-то классные тиктоки, ваши продающие сторис, стори-теллинг, фото до после. И, конечно же, ответы в директ, что немаловажно. Когда клиент не ждет, 24 часа, пока ему ответят. А когда он получит ответ, за 15, максимум 20 минут, пока он еще горячий. Регулярный маркетинг, работа с блогерами, и правильная работа с блогерами, правильная работа с аббассадорами, с инфлюренсами, и, конечно же, с лидерами мнений. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы были еще более узнаваемыми, для того, чтобы ваш бренд рос и не знал гранит. Ваш высокий корпоративный дух команды, которая как единое целое, а не мастера, которые работают параллельно еще в других салонах красоты, не мастера, которые еще работают параллельно у себя дома и пытаются как-то перетягивать ваших клиентов, а целая большая команда, которая работает на результат и на достижение великолепных успехов и раскрытия новых границ. Вы как владелец, который регулярно обучается маркетингу, управлению финансом, СММ и многих других моментов, а не находитесь в рутине, вы всегда применяете новые инструменты, благодаря которым получаете новые результаты. Вы не для всех, вы четко знаете свою целевую аудиторию и работаете с ней. Если вы говорите, что ваша целевая аудитория это 18-65, женщины, мужчины всех возрастов, то вы вообще в принципе не знаете, для кого ваш салон. Вы не знаете, почему должны выбрать именно вас. Вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория. Мамы, женщины, мамы в декрете, бизнес-леди, студенты, золотая молодежь, айтишники, фрилансеры, зрелые женщины. Кто ваши люди? Для кого ваш салон красоты? Если вы работаете на всех, то вы работаете не для кого.